Скажите, пожалуйста, что означали кошки в Египте? Большое спасибо. Кошки обозначали магию любви. Считалось, что если кошка живет, то она охраняет любовь. Мужчины часто могут уйти. Для того, чтобы мужчины не уходили, необходимы были кошки. Кошки охраняли. Если вы знаете, что Ганеша хотел стать кошкой и многократно об этом говорил своим родителям. Поэтому в эзотерике, когда, допустим, проводят обряд такой, при котором хотят приворожить, то на человеке, которого хотят приворожить, представляют, будто на нем есть бегемотики. Потому что такие или котики. И котики, и бегемотики являются элементами приворота. И кот таким образом являлся элементом приворота. Также кот был проводником в астральный мир и так далее. Но опять-таки, знаете, я когда разговаривал с человеком, который являлся человеком, который исследует египетские пирамиды, то он говорит так. Я с ним познакомился в Египте, когда ездил в египетские пирамиды, посещал музей египетский, то он мне сказал буквально, он доктор исторических наук, он мне буквально сказал вот что. Он говорит, огромное количество необъяснимых, огромное количество всего, что объяснить невозможно. И говорит, мое личное мнение заключается в том, что сами изваяния египетских пирамид, все, что в них находится, они были гораздо старше, чем то, что туда вкладывали уже в дальнейшем египетские жрецы. Поэтому я ему верю на самом деле и считаю, что это, наверное, какая-то эволюция или цивилизация, которая утеряна для людей. По поводу египетских жрецов и так далее, вы знаете, очень большое количество домыслов, но в целом, когда говорят, вот египетские жрецы, там египетские техники и так далее, этого ничего не сохранилось. Ни египетских техник эзотерических, ни египетских обрядов. То, что вам показывают, там, скоробеев и так далее, скоробея охраняли от проникновения мертвого, чтобы туда не заходили и не разворовывали эти... Поэтому ношение скоробея или жука приводит человека не к улучшению его жизненной силы и ситуации, а к ухудшению. Поэтому ношение скоробея – это вызов темных сил широко использоваться. Допустим, об этом даже говорил в свое время Элистер Кроули. Он говорил о том, что скоробей является символом умерших. И легче всего в Пентакли, в котором ты призываешь духов умерших, людей представлять или одевать на себя символ скоробея. Таким образом происходит там контактирование с этими духами умерших людей. Я этим не занимаюсь, мне это неинтересно, но я считаю, что где-то он в этом прав. Очень часто, даже сейчас, когда переводят надписи, то это надписи, связанные с историей. То есть это исторические надписи, где написана, допустим, историческая надпись, где написано «Здесь там покоится такой-то, такой-то сын такого-то, такого-то». Или исторически... «Здесь вот проходило там...» «Здесь там находился порт, и в порту работал такой-то, такой...» То есть оно история. Это история. А уже связывать эти истории и связывать их с религией, и в этом всем что-либо искать, ну, скорее всего, нет. Мы не до конца понимаем ту эволюцию, те идеи, и даже те, возможно, преимущества, и даже ту веру. То есть это все гипотезы, это все исторические...